скорее всего это шум водопада но наше путешествие по кавказу продолжается и мы переезжаем из прельбрусе из боксанского ущелья два других ущелья чигемская и черекская но никак не можем двинуться в путь потому что наталья увидела вот такие вот мягкие игрушки медвежата вот такой вот чихуёныш красивый вот такую овечку купила не овечка это пудель а вот пудель а вот это чихуёныш наша собака как мопс на спуск а это подушка даже о цена вопроса тысячи рублей довольны кошек не его и еда пуделенка приезжаем в соседнее ущелье из боксанского в чигемское от терскола до чигемских водопадов навигатор показал нам 140 километров в общем-то эти два ущелья практически параллельны друг другу но чтобы попасть из одного в другое нужно из боксанского спуститься выехать на федеральную трассу кавказ проехать пару десятков километров и повернуть чигемское ущелье и подыматься опять вверх в горы все съехали мы с трассы кавказ едем чигемским водопадом друзья вот такая вот схемка здесь чигем 2 родник нижний чигем очередная картинка коровы на дорогах ребята будете здесь ездить кабардино-балкаре аккуратно здесь прямая дорога видимость отличная вот когда из-за поворота выезжаешь а там корова стоит какает или писает здесь уже все будет сложнее коровки хорошие чистые красивые но с точки зрения безопасности автомобильного движения будьте внимательны первая остановка в чигемском ущелье малые чигемские водопады наталья немножко переодевается чем пахнет шашлык маленькая горная речушка друзья с боксаном конечно не сравнить зато она течет смотреть прям вдоль скал наталью хлебом не кормить дай куда-нибудь перейти залезть до сих пор осталось ребята воздух я не знаю как я вам словами буду передавать просто представьте влажное ущелье горная речушка деревья лес и вот такие отвесные скалы надеюсь на нас ничего не свалится надо сверху забыла наша рубрика лук чеснок от степаня белые кроссовки голубые джинсы я такая ярко-желтая футболка и кепка кепка под цвет кроссовок у кости понятно да уже слышу какой-то шум скорее всего это шум водопадов в уху и о карны бабай ни хрена себе водопадик это еще малый называется ребят какой же будет большой данный зи оставил бали стайл и от него листойл это кавказ друзья кавказ хочу подойти поближе вот тут уже блин брызги мощно идут сейчас камеру зафиг замочит прям взвесь такая водная вот она пыла 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 вот это ребята вам исландия ставил нет не исландия стал это новозеландия вообще ребят обалдеть тут уже едешь на машине офигеваешь просто даже не знаешь где остановиться в общем-то проехали мы селения хушта сырт и в общем-то за ним через 500 метров начинается вот такая вот красивая картина почти как американский град каньон да какой каньон там сто раз лучше друзья смотрите у вот здесь всем советуют выйти из машины и прогуляться пешочком что мы сейчас наверное и сделаем вот здесь ребята можете остановиться сделать красивую фотографию между двух скал вот в этой узкой че гем скай тиснили а здесь ребят и уже река че гем мощная быстрая бурная река че гем разъехались две машины говорят что этот участок вот этот километровый лучше пройти даже пешком вот остановились посередине че гем скай тиснины че гем скай тиснина это такой каньон длиною три километра внутри че гем ского ущелья здесь уже видно что река че гем несет свои мутные быстрые воды кстати друзья че гем переводится как земля треснула и в общем то видя эту всю окружающую панораму да земля действительно треснула обалдеть конечно куда без курятников курятники здесь везде по словам курятники я имею ввиду лавки сувенирные кафешки конечно они немного портит внешний вид этой вот красоты этой кавказский гранд каньон но все равно здесь красиво здесь можно вот наклейки такие наклеить почему мы не сделали степаня до тревел да или это уже устарело автомобильный знак обозначающий реку че гем обклеенный весь наклейками то я не понял мы сюда приехали жара солнце было а сейчас набежала вот такая вот облачность а мы хотели еще ехать дальше и попробовать сегодня полетать на параплане нами река че гем налить какая мощная когда-то по легенде суровые кавказцы сбрасывали воды этой реки своих неверных жен я не знаю правда это или нет я не знаю как кавказские женщины девушки могут изменять своим мужчинам это что-то из области фантастики ну ладно может я ошибаюсь моя верная жена идет пуховый платок выбирай смотри какая красота мягкие какие у такой приятно повязывать ну вот свитерки джемпер очки пряжа потом носки и потом тапочки стандартный набор здесь котенок спит хоккейка просыпайся дождь скоро будет давай кошак мы еще погуляем потом вернемся шашлык говядина что у вас еще тут а что такое жаур-баур это печень замаринованная заранее тоненькой жировой сеточки вкусно наверно уже хочется все бросить остановиться остаться здесь в этом кафе смотрите какие здесь вкусные вещи самый вкусный до на кавказе или кабардино болгарии мили мили и самые минимальные цены курица вижу да здесь вместе ручьем курнице самые дешевые дать вкусно и дешевые картошечка ой обалдеть храняется законом памятник природы чигемские водопады но я считаю что все таки вот это не место раз это такая охраняемая территория вот такой вот рынок и базар стали смотреть увидели лавку которая расположилась на капоте нивы лапка да это горный козел на лапа горного козла смотрите какие красивые кинжалы настоящие кавказские вот их сколько много ножи и и горная дорога и наши ноги вывели нас непосредственно чигемским водопадом вот это главный участок этого красивого природного памятника кафе у курмана верблюд пошли пошли настоящие или чучева пошли то есть тебе пофиг сейчас до водопадов главное верблюд о ладно ребята водопады от нас не убегут а верблюд может убежать поэтому отдадим приоритет животному корабль пустыни вот такой вот корабль пустыни рядом засыпает после я они чё спят что чего не спят то покататься хочешь покататься наверно верблюжонки три красивые животинки он живой но как будто спит рядом такой вот корабль пустыни верблюд с двумя горбами и вот такая вот лошадь но он похожа на пони ребята это не чучело это живые вот видите ноздри у него шевелится дышит он но они замерли как будто спят я не знаю может у них сейчас обеденный сон а будто макета нет вот смотрите пошел пошел красавчик давай а эти так и не шелохнулись давай плюй меня не хочет не хочет плевать да я тоже не хочу ну да парковка тут мама родная ну вот в общем то и то место ради которого мы сюда пришли и приехали это ребята чигемские водопады вау красиво красиво ребята сейчас наташи будем пилить фотографии вот если бы вот этот не этот курятник парковка базар рынок и кафе это был бы просто шедевр природы но я считаю что вот это не вот все портит либо нужно подбирать ракурс чтобы вот это вот все вот это вот все не попадала в кадр а с другой стороны турист всегда может здесь покушать вкусно купить много разных сувениров сыр домашний да я начале издали подумал что это бубли кончики до бублики смотрите как сыр красиво оформлен это все сыр и кавказские почем такой пончик 300 рублей вот такой один пончик вот смотрите на фоне чигемских водопадов я вам сейчас сниму такой вот кавказский рыночек стихийный в общем я в этом и плюсы нашел проголодался турист поел чинар нет рассказывать буковые орешки осталось узнать что такое бук но бук это дерево я знаю интересно какие семечки узкие даже не семечки а как будто чесночинка как будто маленькая долька чеснока чинарики панфурики смешарики вот под этой скалой куча накидок для автомобильных сидений разной расцветки черные бурые белые у меня аж глаза ребят разбегаются сколько здесь накидок по ширине тут и на лэнд крузен подойдет и на маленькую ладу приору вот смотрите ребят какое здесь уже узкое место в этой чигемской тиснине я думаю расстояние от этой скалы до вот этой скалы но метров наверно 30 но может 40 вот такое здесь узкое место красиво шикарно шикарно шикардос мы прогулялись по чигемским водопадом полчаса возвращаемся обратно вот эти два милахи как стояли так и стоят как спали так и спят между ними стоял верблюд он перешел наш выбор пол на кафе на мосту он так называется кафе на мосту с видом на реку чигем пообещали что придем но вот это красивее нас локация красивее а почему на мосту да потому будем кушать прямо на мосту сейчас вот сядем посередине моста с видом на чигем я думаю здесь намного атмосфернее обалдеть ребята привет опять вы не помните мы на машине на лифте спускались и привыкли видеть такие лифты обычно на лифт поднимают людей и грузы на эту машину вот так нас подымает лифт лифт не для людей а лифт для машин а вы на площадке спорили когда ехать сюда вас тоже канал какой-то для себя для инстаграма понятно travel запишите где-то с июля будем публиковать и вас ставим обязательно с нами ехали на лифте автомобильного поднялись виталик и лена они с нами спускались на лифте автомобильном и потом пошли пешком в ущелье адырсу и дошли до конца мы на машине не доехали испугались что лифт не будет работать а ребята дошли вот посмотрите у них в инстаграме там будет красиво в адырсу еще что рекомендует в том районе гижгит и стежки классно мы были ноги жгите с тобой да но ведь все рекомендуют красиво там мы на парадром хотели ехать сейчас а вот нам сказали что там дождь идет все поездки прогноз мы сейчас едем уже мамы москвичи да у нас вообще получился 35000 момент 5000 проехали через астрахань потом через весь дакистан чечня северная сеть как инстаграм называется доктор лент подписывайтесь на классный по скромнее маршрут у нас калмыкия и листа потом у нас пятигорск париль брусье потом нас карачаево-черкесия дамбай кисловодск адыгея краснодар элиста классный необычные для россии калмыки там заслуживает 3-4 дней фото на память думаете вам показываю просто реку чигем нет друзья я вам показываю с каким видом мы сейчас будем обедать специально поставили вот такую доску чтобы ваши смартфоны камеры и стакан не улетел в чигем случайно так с таким видом и с такой атмосферой ребята аппетит у вас будет просто зверский отменный парень отмены рекомендуешь кафе на мосту и вот такая вкусняцкая пары вот ребята вам для полного погружения вот тарелка пары и вот такой вот у меня внизу бурлящий поток если уроню камеру все хана и придет после чигемских водопадов выдвигаемся дальше по ущелью вверх сторону парадрома такая вот грунтовка к нему ведет так мы с наталью устроили соревнования кто быстрее коровы или hyundai x35 так вперед 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 берет нет не отставать не отставай вот он видит лидер лидер сдох и вся толпа остановилась ну чё погнали погнали не расслабляемся вперед 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 давай давай красавчики смотрите ребят все одного цвета тело рыжая а лицо белое а нет вот этих нет у этих и лиц тоже рыжий нам а бежит все бегут не доехали буквально до парадрома километра парочку километров встретили машину навстречу ехала поговорили сказали что вот из-за ухудшения погоды гроза надвигается полеты на парапланах прекращены временно прекращены поедем мы не поедем опять сюда в это ущелье чигемская далековато конечно но наверное не в этот раз ребят наталья так хотела полетать очень сильно в общем ребят имейте виду 15 примерно километрах от чигемских водопадов если ехать вверх по ущелью вы приедете на парадром и можете там полетать кстати мы еще хотели проехаться дальше парадрома там есть город мертвых эль тюбю называется но вот погода изменила все наши планы хотели там снять для вас сюжет наталья вот подготовилась во всю ждала мечтала но такой вот облом сильно расстроилась не сильно на самом деле сильно она просто не выдает своих эмоций вам красивая здесь природа несмотря на эту пасмурную погоду река чигем скалы и вот такая вот небольшая полянка авица беседки ребята офигеть не подходи я тебе запрещаю метр подходить марияж даже трава колышется ветром сдует на хрен и и карны баба я боюсь то подходить все разные чьи да не одного одинакового 30 видов чая все и вы лично вот собираете ходите в горы по мостику через реку человек балкарский обалдеть да ребят мощная мощная горная река эту капусту выращивают и поставляют во многие города россии дошли ребят нормально вы дойдете без проблем но у пробы